смотрим дальше вы говорили что лучше садить косточки в необработанный дерн можно подробнее ведь я же могу выглядеть дураком садить кошки необработанный дерн можно подробнее просто раздвигать траву оставлять косточку или лучше вырезать кружечек и уставить торфяной стаканчик косточкой так все все вы что у меня я же не хочу быть дураком вот то сказал не обработанный я имел ввиду привозите две-три тачки делайте пологий холм чистейшая земля чтоб нить и какой трава не травинка не мешала расти наши косточки все довели у себя мы закончили носу и сажаем все терпите брат с игру в виде вы чем меня это инфаркта доводите посадка семян но видели знаете как это называется посадка по железу где он не обработан и дернута это мой ученик а теперь смотрите выбирать хотя бы некоторые уникальные фотографии вот они учебники то где где пять учебников это для всех курсов институтов это везде надо 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 вот это дурь вот это вот смотрите вот это неправильно вот этого нельзя вот этого нельзя ведь как зашли ведь даже не гниют даже посмотрите эти эти самые семя доли то наверху все как положено по железу ведь пока меня не было не знали что нельзя ни в коем случае закапать нет конечно хольцер один из международных авторитетов до острей все это швейцарец рассыпьте и все и он сами да это будут самые здоровые рассыпьте но один из тысячи а нам то надо а вот здесь взяли все а потом посадить они гибнут нельзя доводить до этого это раз я не виноват вы сами меня это потолтули к этому вот сейчас я вам покажу несколько фотографий сейчас много даже цены пропускаю потому что сколько 224 вебинар насколько можно кстати вот вы мне не покупаете не надо я довожу до этого состояния зимовой сохранить а дальше вы не купили вы не купили так и лежат сувенир востока который сохраняет свои качества продать не могу и сейчас продать не могу вообще нигде не покупает лучший сорт на моем по моему мнению если брать от экватора север лучший сорт на этой половине планеты продать не могу сейчас подберу что нибудь подходящие потому что дерна разгребку дерна раздвигать ну ну как можно так понять железо вы чего хотите чтобы это вы их арбал как так можно железо это вот они бесценные фотографии вот это все кстати всходы на второй год на второй год вот так природа распорядилась хоть плачь ну где же ты где же ты где волокте волокте где среди в неделю меня не увидите в дерна в царе как можно это самое все извратить мы это каждую фотографию это вот эти видите вот амульчирование все долго отмучивать и мучируйте вот и намульчировали видео вот об этом и главное понять то не могут что все вообще понять не могут и можно эти фотографии вообще не комментировать достаточно только их увидеть чтобы понять как надо садить и как не надо садить вот вот а я все еще понимаете вот этих специалистов которые садят в ямке и даже вот так они в лес не ходят что ли они грибы не собирают они что не видишь и деревья гибнут из-за чего глаза разуть не хотят а если дерево удалось при этом у нас такой себе холм вы сама выкапывает такой холмище и никто не видит этих холмов каждое взрослое дерево которого 20 30 40 лет имеет холм как можно этого не заметить ведь их миллионы миллиарды все имеют холм как вот и все равно садят в ямку а иначе дикий сад так что вот видели че ему не жить абрикос стратификация 21 февраля видели дату посмотрите часть вот спящие так вот эти были как бы это учебная фотография значит вот эти уже как бы погрузили песок замотали полете готовы к высадке внимание дату запомнили 21 февраля нет давайте искать вторую фотографию сейчас попадется походу прошло ровно два месяца смотрим проклилось 20 40 процентов видели и я теперь пишу срок свачка Você ficатики груш правильно полтора вам rechts именно это морально accounting посмотрите которые ним они смогл Kosten то есть не купили они пролежали в холодильнике ровно два месяца за вами elephant хвосты видели ванами ванан sins он они ванны они ванна не ванна него на него на них все вот этих а один и хвостах практически сетту длину со спичками а нами простору на два месяца лежали в холодильнике как бы Вот так. Но эти ещё можно посадить. Почему я говорю полтора-два? Потому что смотрите внимательно. Эту можно посадить, эту. Самое главное глубоко не закапывать. Они так же, как абрикосы, так боятся сырости, так боятся закопки. Только об этом почему-то доктор Ноук не знал, когда садил ещё эти, делал бортики, чтобы лучше сгнили. Он ещё в яму посадил, в яму напихал. Яма наверняка, видно, что она потом провалится. Вот так вот. Даже не вот так, а вот так провалится. И бортики сделал в этой яме. И садит это. И пишет, яблони, запятая груша. Вот такие специалисты. А потом смотришь, у людей всё мёртвые, мёртвые. Ну что, хватит? Я, по-моему, всё, что хотел, показал. Вот эта дама, да. Самая страшная. Первый её абрикос. Ну, понятно, мёртвый. Да и ямки-то почти нет. Второй абрикос. Он уже мёртвый. Она не знает этого. Вот смотрите вниз. Там всё сгнило. Это последний урожай. Она не знает. Она меня вот из-за этого позвала. Вот из-за этого. Это посёлок Майдова. А чьи она угробила Сарусу? Догадайте, что два раза. А вот третий. И то же самое, вот то же самое, вот так же точно замульчировано, как это. Страшно было. Я так расстроился. Думаю, больше я. Всё, и три дерева уничтожено. Чем? Малюхонька ямочка. Вот такая вот ямочка. И плюс ещё сверху трава. Но поливала упорно. Чтобы там всё было сыро. Сгнаю. Слушайте, ребята. Я что-то завёлся. Осталось немного. Опять была эта. Брат присылает мне очередной учёба. И показано. Прикоп. Даже не по Мичурину. У Мичулина получилось так. Извините. Не могу не обратить внимания. Лишний раз. Потому что у кого-то память останется. У Мичулина всё-таки яма. А в яме корни. Сверху насыпано. Но больше. Но весь штамп у него. Весь. Выше уровня ямы. Это значит, что когда яма заполнится водой. Штамп не сгниёт. Корни ладно. Они ещё терпят. А штамп нет. Вот. А тут опять нарисовали. Главное, украли опять эту фонарь. Фотография. Это даже не фотография, а рисунок. Опять из интернета. Опять из старой книги. Там у них в яме получилось корни и половина кроны. Значит, когда весной она заполнится водой. Ты ещё не успеешь её оттуда выкопать. Она уже сгиёт. А вот и железо. Если уже гулять, то гулять. Вот. Любить-то королеву. Смотрите. Здесь-то может сгнить, нет? А ведь она уже осенью была посажена на постоянное место. Теперь, когда растает, я отгребаю. Ручками, пальчиками отгребаю. Она тает, я отгребаю, тает, отгребаю. И когда я закончил отгревать, она всё равно на холму. И уже растёт. А я в это время ещё. Никто не может даже саженец посадить. Потому что ещё надо ждать, пока сойдёт снег. А это же раньше оттаивает. Это же выше уровень снега. Пока садит снег, пока выдолбит ямку. Пока купит на рынке в мае. А до осени она, даже если будет расти. А что будет осенью? Не хватит времени для того, чтобы... Она и так на севере, она и так южная деревья. Все деревья южные. Не успевает вызвать. А здесь-то посадил осенью. Перед самой зимой, перед снегом взял вот так вот. А потом раз, а вон раз и будет продолжать расти. А что я опять завёлся? Я же вам не собирался это показывать. Ну что? А вот это, а вот это анимастера. Это моё дерево сгнаили. Вот оно. Так просто сгнаили. Даже сливу. Всё. Ой, ребята, ну-ка, где вы были? Где вы были? Может, ещё что написал? Так. Сейчас ещё. Вы говорили, лучше садить не обработанный дёрн. Но я уже сказал, что вы не так поняли. Косочки надо садить в обработку. То есть, вот тут должна быть чистая земля, так, как будто морковку садить. Можно подробнее раздвигать траву, вставлять. Но это вы проходили. Или лучше вырезать кружочек, где он ставит торфяной стаканчик. А вот торфяной стаканчик, значит, можно поставить косточку. Но он тут же его затянет травой. Тут уж лучше первый год. Пусть уже вот это место, пусть уже будет сухое хотя бы. У вас даже в торфяной стаканчике всё равно хоть немножко, но основание штамба всё равно хоть немножко, но под землей. Это уже плохо. А тут ещё не хватало, чтобы пёжным закрепить. Травой закрыло, и там было сыро, прело. Ну, всё, надеюсь, меня поздно. Ребята, мы закончили. Вот. У меня ждёт тяжёлые времена. Мне сейчас надо будет говорить людям, у меня черенки кончаются. Я не могу прислать черешню. Персик не могу. Вот. Больше сейчас слив нету. Яблок нету. Вот. Сейчас буду отбиваться, как только мы всё это закончим. Но косточки, пожалуйста, берите, сколько влезет. Вот. Ещё раз, пенсионерам. 20% скидка. Кто повторно? 20% скидка. Вот. Кому надо от онкологии? 50% скидка. Вот. Ну и... Погодите, а сколько осталось до этого? До? Так, погодите. 8 марта, это что, вот сейчас что-ли будет? Через 10 дней? Так, женщинам скидка 20%. Точка. Но тем, кто сошлётся на мои слова. Ну, там, в скобках. Праздник, нет, в скобках. 8 марта, что такое? 20% тоже будет. Это немало. Так, всё, друзья. Теперь точно заканчиваем. До свидания. Спокойной ночи. Доказать семена в каталоге. Ну, правда, тут написано 21 год. Ну, понимаете, что он практически не изменился. Всё, я с вами прощаюсь. Всего на него. ПрAAF. masuk. Субтитры делал DimaTorak Добавил субтитры. Субтитры делал DimaTorak